Несмотря на то, что межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту Юг России проходят впервые, турнир смог собрать более полусотни участников. Это девушки и юноши от 13 до 16 лет. Неплохой старт. Шанс посоревноваться на олимпийских трассах на высоте 2200 метров не упустили не только лыжники из Сочи и из разных районов края. Приехали и спортсмены из Москвы и области. У нас порядка 250 детей здесь постоянно тренируются еженедельно. Наш курорт предоставляет эти склоны абсолютно бесплатно Федерации горнолыжного спорта. И соревнования проходят у нас раз в месяц стабильно. Турнир первый, но все проходит без заминок. Идеальная трасса, такая же организация. Все дело в том, что опыт в проведении состязаний по зимним видам спорта Южный Сочи накопил уже солидный. Уже в центральной части России снега нигде нет такого катательного, кроме как в Сочи. И просто продлить себе сезон на 5-6 дней, на недельку. Приехать сюда, поучаствовать в соревнованиях. Просто побыть на курортах мирового уровня у нас внутри России. Это само по себе, наверное, будет интересно. На межрегиональных соревнованиях, организованных краевым министерством физкультуры и спорта, лыжники работают не только на кубки и медали. Этот турнир дает шанс отобраться в сборную Краснодарского края и даже России. Мы сегодня получили уже группу ребят, которые могут претендовать на то, что они будут участвовать на всероссийских и претендовать на попадание в состав сборной команды России. Вот у нас уже Журавченко, первая ласточка, который попал в юношескую сборную России по горным лыжам. Это вообще первая ласточка в истории нашего Краснодарского края и даже юга России. Сегодня день открытия межрегионального турнира. Юные лыжники уже опробовали трассу и реализовали свои первые попытки. Еще ближайшие три дня эта трасса будет отдана юным лыжникам. Завтра в программе соревнований дисциплина с лалом, после с лалом гигант. Но завершит программу первых межрегиональных соревнований относительно новый для горных лыж вид, он называется комбинация. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.